Вы встречали когда-нибудь недовольного человека? Такой, который ведь бу-бу-бу-бу-бу-бу, постоянно ворчит, постоянно чем-то недоволен. Ну, встречаются вот такие люди. Как вот это состояние избавиться? Возможно ли это вообще? Когда сколько есть причин для недовольства? Итак, я хочу, чтобы это слово, оно послужило исцелением, благословением для вас и для славы Иисуса Христа. Жизнь нам дарована Богом. И Бог желает, чтобы каждый из нас прожил эту жизнь в довольстве и в радости. Это план Божий, и он хороший для нас. Поэтому давайте обратимся к Слову Божьему. Я хочу вначале читать Филиппийцам 2 глава 2 стиха 14 и 15. Там написано так. «Все делайте без ропота и сомнения». Почему это важно делать или знать? Чтобы быть вам неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Чтобы быть привлекательным, чтобы быть светом для других, то значит у нас не должно быть никакого порока, а ропот – это порок. Никакого недовольства, чтобы мы были действительно чадами Божьими, причем чистыми, чтобы мы сияли для окружающих, служили для них добрым примером, то все, что мы должны делать или делаем, мы должны это делать без ропота и сомнения. В другом месте из Библии написано «Имея пропитание одежды, будем довольны тем, что есть». К сожалению, часто люди недовольны жизнью, недовольны обстоятельствами, недовольны другими, но довольны сами собой. Недовольны всем, однако я сам себе нравлюсь. В этом есть определенная проблема. Как нам быть, как нам строить свою жизнь, когда вокруг нас очень много недовольных, к чему мы должны стремиться? В Библии написано «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». То есть великое приобретение – не иметь, но быть. Иметь могут многие и обладать могут многие, но важно не иметь, но быть. Быть довольным человеком. И это не зависит от того, сколько я имею и что я имею, но это зависит от того, какой я человек. То есть мое довольство, оно не зависит от состояния моего кошелька, но оно зависит от состояния моего сердца. Поэтому Слово Божие нас призывает – будьте довольны. Страсть порождает недовольство. Вообще есть два вида удовлетворения. Два вида удовлетворения. Удовлетворение в плоти или по плоти и удовлетворение в духе. Если вы, например, удовлетворены в духе, вы имеете материальное благо, у вас есть уют, у вас есть уважение и почет. Все это неплохо, но это временно. Это ненадолго. Если же вы имеете удовлетворение в духе, это значит, что вы угодили Богу. Бог, вы угодили Богу, и Бог, как бы Богу нравится то, что вы делаете. В результате этого вас наполняет радость, и вам хочется служить другим людям любовью и добротою. Итак, удовлетворение в плоти и удовлетворение в духе. Если вы хотите иметь ни с чем не сравнимую радость, путь к этому – это исцеление нашего духа. И если сейчас в вашей жизни присутствует довольство, вы должны проверить источник. Неплохо, когда человек этим обладает, но все, что по плоти, это временно, это ненадежно, но все, что в нашем духе, это серьезно и надолго. Поэтому удовлетворение в духе, довольство внутри меня или нас – это то, ради чего стоит жить. К сожалению, очень трудно встретить довольного человека. Люди способны роптать, митинговать, протестовать. Вообще-то, все революции во все времена совершались недовольными людьми. Человеку постоянно чего-то не хватает, особенно если человек живет без Бога. Давайте посмотрим портрет недовольного человека. Он есть в Библии. Иуды 1, 16 написано так. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Во-первых, они ничем. То есть практически угодить этому человеку невозможно. Ничем недовольные, поступающие по своим похотям или желаниям. И дальше два важных момента я хочу, чтобы вы увидели. Уста их произносят надутые слова. Что это значит? Обычно эти люди осуждают других, а восхваляют себя. Уста их произносят надутые слова. Но попробуйте лично их обличить, эти люди периодически взрываются. Почему? Потому что они надутые. Портрет ропотника. Еще раз. Уста их произносят надутые слова. Даже осуждая кого-то, они могут вам сказать, что вот этот хорош, а вот этот нет. Чтобы вы им поверили. Но вся их суть – это осуждение других, чтобы себя возвысить. Чтобы как-то лучше выглядеть в глазах других. Следующая характеристика. Они оказывают лицеприятие для користи. То есть ради выгоды эти люди способны на любые подвиги. Но они имеют двойные стандарты и двойное лицо. Если не выгодно, они и пальцем не двинут, и не будут это делать. Но если присутствует выгода, они обязательно в этом будут участвовать. Портрет недовольного человека. Мы, когда смотрим в зеркало Слова Божия, мы можем видеть состояние своей души. И если увидели и изменили свою жизнь, значит, мы на пути к исцелению. Вообще корнем недовольства и неблагодарности является гордость. Люди жалуются потому, что они не удовлетворены внутри. Еще раз. Люди жалуются не потому, что вокруг плохо, не потому, что экономические проблемы. В первую очередь потому, что у них нет удовлетворения внутри. У них нет внутренней радости, они не служат Богу. Еще раз. Портрет недовольного человека. Я продолжаю. У них нет внутренней радости, они не удовлетворены внутри. Они не служат Богу, а значит и людям. Мы здесь не для того, только чтобы раскрывать раны или чтобы мы увидели свои проблемы, но чтобы мы получили исцеление. И тема моя сегодня какая? Исцеление от ропота и недовольства. Написано так. Только в Боге успокаивается душа моя. От него спасение. То есть, если человек не имеет успокоения внутри, то его все будет раздражать, и практически он всем будет недоволен. То есть, недовольный в духе человек, он всем недоволен. Вот почему сегодня армия недовольных с каждым днем увеличивается и растет. Но Бог желает исцелить наше сердце. Имея неудовлетворение внутри, как человек пытается строить свою жизнь. Два момента. Первое. Человек будет удовлетворять свою плоть. Почему, например, люди сегодня в поиске самых различных развлечений? Только потому, что внутри у них очень грустно и пусто. Не было бы этой пустоты, не было бы необходимости удовлетворять плоть. Но вся трагедия в том, что сколько плоть неудовлетворяй, ей будет постоянно мало. Нельзя выспаться на неделю и нельзя накушаться на месяц. Сколько не дай, постоянно будет мало, а неудовлетворенность будет возрастать. Но, тем не менее, люди, избирая неправильные дороги, они пытаются что-то из этого иметь. Например, ворчание – это удовлетворение плоти. Недовольство – это удовлетворение плоти. Это способ уйти от ответственности. Когда я кем-то или чем-то недоволен, значит, виновен кто? Следующий. Кто-то другой. И когда я ворчу или мы ворчим, то мы пытаемся уйти от ответственности. Мы удовлетворяем что? Нашу плоть. Еще что делает человек, который пытается плоть удовлетворить, он периодически отрывается на ком-то и обязательно обвиняет других. Я думаю, что я уже неплохо нарисовал портрет недовольного человека. Они периодически отрываются, чтобы просто показать, показать, на что способна плоть. и, как я уже сказал, постоянно или как образ жизни осуждают других. У них просто другого нет. Они бы и рады жить по-другому, но у них другого источника внутри нет. Другой жизни они просто не знают. Поэтому для многих вся их суть жизни – это осуждение других. И когда они собираются в небольших группах, все время посвящено именно этому. Но Библия говорит, каким судом вы судите, таким вы и будете судимы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли этот путь к исцелению. Обратите внимание на Слово Божие. Вообще в Библии написано, что израильтяне – это образы для нас. Они стремились куда-то, не все у них получилось. И есть там 4-5 основных грехов, почему они не вошли в обитованную землю. И один из моментов – это потому, что они поклонялись идолам, они были похотливы. А самое главное – потому, что они роптали. Да, они погибали за прелюбодеяния, да. Но многие из них не вошли в обитованную землю только потому, что они что делали? Ну скажите громче. Роптали. Я не знаю, как вам кажется, это большой грех или нет, но я еще раз повторяю. Вы можете прочитать, это в 1-м послании к Орифианам, по-моему, 10-я глава. Это примеры для нас, чтобы мы не повторяли их ошибок. Я читаю из Библии, Исход 15-23. Пришли в Меру, Мера – это название какой-то местности, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. До этого момента вообще не было воды, вообще не было никакой воды. И недовольство возрастало. Когда же, когда же они пришли в это место, где увидели или нашли воду, то оказалось, что эта вода была непригодна для питья, и написано, «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить». Горькие, горькие вещи в нашей жизни иногда встречаются. Вообще-то практически вся медицина, все таблетки горькие. Но мы их употребляем, надеясь на то, что нам станет лучше. Так точно Бог иногда применяет для нашего лечения, для нашего изменения горькие травы, надеясь на то, что это послужит нашему внутреннему исцелению. Божья цель для нас – не просто спасти нас от греха, но исцелить нас от самолюбия, гордыни. Почему? Потому что этим вещам не будет или нет места в Царстве Божьем. Поэтому Бог работает над нами сегодня, слава Ему, во веки веков. Поэтому люди, когда следовали по пустыне, они проявляли недовольство по поводу тех обстоятельств, которые окружались. Что для меня интересно? Иисус Навин, Моисей, они были в тех же обстоятельствах, в той же ситуации, но они совершенно спокойно преодолевали те же самые трудности. Больше того, Бог в их жизни творил чудеса, и с каждым днем они имели новые победы. Слава Иисусу Христу. Еще раз повторяю, одни и те же люди были в одной стране, были в одной местности, но одни были довольны, а другие что? Недовольны. Вы знаете, что когда горечь в нашей жизни проникает в нашу суть, когда мы не готовы горечь принимать как лечение для себя, то мы не только не изменимся в образе Иисуса Христа, но мы станем безнадежными ропотниками, с которыми даже трудно будет пообщаться. Вот почему Бог желает изменить нашу жизнь к лучшему. Только три дня не было воды, а потом вода оказалась непригодна для питья, и все. Вся их вера, все их упование, все их упование разрушилось. Хорошо, когда человек во время испытаний не ожесточается, но усваивает нужные уроки, хотя не всегда и не во всех это получается. И так они роптали, и Бог, чтобы изменить что-то, Он бросил в Моисей, Моисей сказал, брось дерево. И Он бросил в эту воду, и вода изменилась, она стала лучше, здоровой. И они начали радоваться, все получили то, в чем они нуждались. Послушайте, это дерево, которое было брошено тогда, это прообраз будущего Голговского креста, на котором был вознесен Христос, как Спаситель, чтобы исцелить горечь в твоей душе, чтобы изменить нашу ситуацию к лучшему. Слава Богу, что Бог заботится о нас. Мы, как христиане, должны довольны быть тем, где мы есть, и тем, что мы имеем. Это трудно, это не всегда получается, но это возможно, и я вам этого от души желаю. Посмотрите еще раз на Израиль, что меня удивляет больше всего в них. Это то, что, когда Бог что-то им не давал, они роптали. Когда Он дал, они снова роптали. Не имели, плакали, получали, возмущались. То есть, все зависело не от ситуации, а от их состояния. Вы можете проверить себя, когда в вашей жизни, например, не было материальных проблем. Проверьте себя, вы были довольны? Для сравнения, как происходит жизнь сейчас. То есть, жизнь, она может меняться, но главное, чем мы должны обладать, это мы должны жить жизнью, прославляющей Бога. Кому же славить Бога, как не нам? Чтобы вы поняли, насколько ропот нам не к лицу. Вы вот, например, бывает так, что идете в церковь, например, одевайтесь красиво. Я вижу некоторые, даже муж и жена, ну как, ну как сказать, как две копии, настолько они красиво одеты. И иногда вы смотрите в зеркало, к лицу вам это, или не к лицу. Правда, смотрите? то я хочу вам сказать, то я хочу вам сказать, особенно женам, женщинам, и не только им, что ропот нам не к лицу, но не идет и все. Ты куда его, куда его не прячь, оно просто портит всю вашу красоту, всю вашу привлекательность. И в результате, чтобы кого-то, вы только отталкиваете от себя других. Итак, последствия ропота. Несколько моментов. Последствия ропота, они ужасные. Первое, ропот разрушает нашу жизнь. Другими словами, ропот не даст тебе ни работы, ни друзей, ни духовного роста. Это невозможно. Ропот разрушает нашу жизнь. Ропотники долго не живут, потому что, пребывая в ропоте, они открывают дверь для дьявола, который разрушает их жизнь. Другими словами, мы теряем все, если мы имеем неблагодарное сердце. Бога благодарить и ближнего – это то, в чем больше я нуждаюсь, нежели они. Неблагодарное сердце – это жизненный тупик. Второй момент. Ропот удаляет друзей. То есть, ропотников можно терпеть, но дружить с ними невозможно. Хотя, говорят, птицы по роду слетаются, иногда они находят на каком-то этапе жизненном по другу или друга и вместе подпевают те же песни. Но еще раз повторяю, ропотников – это те люди, которых терпит семья, церковь, земля и люди. Куда денешься от них? Но это никому, абсолютно никому, счастье не приносит. Говорят некоторые, люди не понимают меня. Может, потому, что ты покрыт весь ропотом. Меня понимают или понимают люди тех, кто имеет благодарное сердце. Скажите, пожалуйста, что легче, изменить себя или всех остальных? Не слышу. А некоторые пытаются всех остальных. Но изменяется, я изменяюсь, изменяется моя семья. Изменяется семья, изменяется общество. Это мое слово к недовольным людям. Ропот может убить человека. Вот почему он очень опасен. На основании Библии мы знаем, что израильтяне готовы были убить Моисея, потому что они что? Роптали. Давайте послушаем. Как это было? Исход 17 глава, я читаю, 3-4 стих. И жаждал народ там воды. И роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши. Моисей возобил Господа и сказал, что мне делать с народом всем? Еще немного, и побьют меня камнями. Вот почему ропот опасен. Последствия ропота трагические. Говорит, еще чуть-чуть, и он благодетель их, он благословение их, они готовы уже побить его камнями. Причем, если человек начинает роптать на человека или выражать свое недовольство и не останавливается, следующая ступень, он будет роптать на Бога. Еще один стих числа 21 глава, 4-5 стихи. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душа нашей опротивила эта негодная пища. Еще раз, помните, они просили хлеба, там мясо, Бог дал им манну, потом послал им мясо, все Бог посылал, но каждый раз, когда они получали, они снова были недовольны и говорили, нам надоело это. Бывает, вы приходите домой, дети, и говорите, надоело вот это кушать, надоело, я не хочу это кушать. Получается, когда нету, и хорошо, когда есть, но не для недовольного человека. Для недовольного человека всегда будет повод и причина, чтобы оставаться недовольным. Я здесь, чтобы сказать вам, что это состояние опасно, это разрушение личной жизни. Запомните, ропот, четвертый момент, почему ропот опасен, он не приносит ни благословения, ни счастья. Никогда и никому написано не приносит, не ропщите. Вы можете прочитать еще раз эти четыре момента. Ропот разрушает нашу жизнь, поэтому я не дружу с ропотом и держусь подальше от ропотников. Ропот удаляет друзей. Если вы хотите иметь это богатство, вы должны исцелиться и избавиться от ропота. Ропот может убить человека, причем как личность, так и окружающих. И последнее, ропот не приносит ни благословения, ни счастья. И как итог, смотрите, что написано Коринфянам 10-10, вы можете дома прочитать с первого стиха по десятый, там как итог написано, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Не ропщите, как некоторые из них роптали и что произошло с ними? Трагедия, а не просто что? Погибли. Запомните, если вы нетерпеливы, это никогда не заставит Бога поторопиться, никогда. Бог будет все делать в свое время, а ваше исцеление, это изменение вашего духовного состояния во имя Иисуса Христа. Как получить исцеление от ропота? Сейчас мы выходим именно на ту прямую, чтобы получить полную свободу и исцеление во имя Иисуса. Первый момент, как вы можете это иметь, это творить волю Божью. Да, это мощное лекарство. Когда вы творите волю Божью, когда человек служит Богу и людям, он будет что? Доволен в любых обстоятельствах, а Бог сам будет проводником для вас и будет вводить вас в обитованную землю. Слава Иисусу! То есть служение это путь к довольству. Как исцелиться от ропота? Еще раз повторяю, служение. Никогда не сидите сложа руки, иначе вы будете петь только плачевные песни. Займите себя чем-нибудь, и ваша духовная жизнь изменится во имя Иисуса. Павел говорит, посему имея по милости Божьей, это служение, мы не унываем. Мы не унываем не потому, что у нас нет причин на то, чтобы унывать, или обстоятельства у нас очень хорошие. Мы не унываем, потому, что мы заняты. Для Иисуса у нас на это времени не хватает. Поэтому, если тебе плохо, найди такого человека, кому еще хуже, чем тебе. Сделай ему что-нибудь приятное, и твое исцеление возрастет, твоя сатурация изменится, тебе будет просто легче. Поэтому удовлетворение в наш дух приходит от Бога, когда мы начинаем служить. Слава Богу, за это прекрасно возможно делиться тем, чем нас благословляет Бог. Именно человек, который угождает Богу, он имеет Божье благоволение, и он имеет Божью защиту. Поэтому начните делать добро, и твоя жизнь станет прекрасной. Ты расцветешь как нарцисс, ты засияешь новыми красками во имя Иисуса Христа. Поймите, что ворчат те люди, которые обычно ничего не делают. И такие люди иногда встречаются даже в церкви, которым все плохо. И это только потому, что они ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Нам дано от Бога не только видеть проблему, но служить исцелением для этой нужды и для этой проблемы. Следующий момент, как вы можете исцелиться, это измените свое духовное состояние. Измените ваше духовное состояние. Вот ваше положение, если вы видите, что вы находите себя в этом виновным, и вы, я знаю, хотите что-то поменять, вот путь к исцелению. Послушайте, это очень важно. Вы можете изменить свои обстоятельства или же изменить свою жизнь, свое духовное состояние. Послушайте, обстоятельства изменить вы не всегда можете, потому что это не от вас зависит. То есть, первое, не всегда возможно, а второе, слава Богу, возможно всегда. Выбор за вами. Или вы будете ждать, когда обстоятельства изменятся, они изменятся, только неизвестно, в лучшую сторону или в худшую. Мы здесь не для того, только чтобы раскрывать раны, или чтобы мы увидели свои проблемы, но чтобы мы получили исцеление. И тема моя сегодня какая? Исцеление от ропота и недовольства. Написано так, только только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение. То есть, если человек не имеет успокоения внутри, то его все будет раздражать, и практически он всем будет недоволен. То есть, недовольный в духе человек, он всем недоволен. Вот почему сегодня армия недовольных с каждым днем увеличивается и растет. Но Бог желает исцелить наше сердце, имея неудовлетворение внутри, как человек пытается строить свою жизнь. Два момента. Первое, человек будет удовлетворять свою плоть. Почему, например, люди сегодня в поиске самых различных развлечений? Только потому, что внутри у них очень грустно и пусто. не было бы этой пустоты, не было бы необходимости удовлетворять плоть. Но вся трагедия в том, что сколько плод неудовлетворяй, ей будет постоянно мало. Нельзя выспаться на неделю и нельзя накушаться на месяц. Сколько не дай, постоянно будет мало, а неудовлетворенность будет возрастать. Но тем не менее, люди, избирая неправильные дороги, они пытаются что-то из этого иметь. Например, ворчание это удовлетворение плоти. Недовольство это способ уйти от ответственности. Когда я кем-то или чем-то недоволен, значит, виновен кто? Следующий. Кто-то другой. И когда я ворчу или мы ворчим, то мы пытаемся уйти от ответственности, мы удовлетворяем нашу плоть. Еще что делает человек, который пытается плоть удовлетворить, он периодически отрывается на ком-то и обязательно обвиняет других. Я думаю, что я уже неплохо нарисовал портрет недовольного человека. Они периодически отрываются, чтобы просто показать на что способна плоть. И как я уже сказал, постоянно или как образ жизни осуждают других. У них просто другого нет. Они бы и рады жить по-другому, но у них другого источника внутри нет. Другой жизни они просто не знают. Поэтому для многих вся их суть жизни это осуждение других. И когда они собираются в небольших группах, все время посвящено именно этому. Но Библия говорит, каким судом вы судите, таким вы и будете судимы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли этот путь к исцелению. Обратите внимание на Слово Божье. Вообще в Библии написано, что израильтяне это образы для нас. Они стремились куда-то, не все у них получилось. И есть там 4-5 основных грехов, почему они не вошли в обитованную землю. И один из моментов, это потому, что они поклонялись идолам, они были похотливы, а самое главное, потому, что они роптали. Да, они погибали за прелюбодеяние, да, но многие из них не вошли в обитованную землю только потому, что они что делали? Ну скажите громче, роптали. Я не знаю, как вам кажется, это большой грех или нет, но я еще раз повторяю, вы можете прочитать, это в первом послании Коринфянам, по-моему, 10 глава, это примеры для нас, чтобы мы не повторяли их ошибок. Я читаю из Библии, исход 15-23, пришли в Меру, Мера это название какой-то местности и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. До этого момента вообще не было воды, вообще не было никакой воды. И недовольство возрастало. Когда же, когда же они пришли в это место, где увидели или нашли воду, то оказалось, что это вода была непригодна для питья. И написано «И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить». Горькие, горькие вещи в нашей жизни иногда встречаются. Вообще-то практически вся медицина, все таблетки горькие. Но мы их употребляем надеясь на то, что нам станет лучше. Так точно Бог иногда применяет для нашего лечения, горькие травы, надеясь на то, что это послужит нашему внутреннему исцелению. Божья цель для нас не просто спасти нас от греха, но исцелить нас от самолюбия, гордыни. Почему? Потому что этим вещам не будет или нет места в Царстве Божьем. Поэтому Бог работает над нами сегодня. Слава Ему во веки веков. Поэтому люди, когда следовали по пустыне, они проявляли недовольство по поводу тех обстоятельств, которые окружали. Что для меня интересно? Иисус Навин, Моисей, они были в тех же обстоятельствах, в той же ситуации, но они совершенно спокойно преодолевали те же самые трудности. Больше того, Бог в их жизни творил чудеса, и с каждым днем они имели новые победы. Слава Иисусу Христу. Еще раз повторяю, одни и те же люди были в одной стране, были в одной местности, но одни были довольны, а другие что? Недовольны. Вы знаете, что когда горечь в нашей жизни проникает в нашу суть, когда мы не готовы горечь принимать как лечение для себя, то мы не только не изменимся в образе Иисуса Христа, но мы станем безнадежными ропотниками, с которыми даже трудно будет пообщаться. Вот почему Бог желает изменить нашу жизнь к лучшему. Только три дня не было воды, а потом вода оказалась непригодной для питья, и все. Вся их вера, все их упования, все их упования разрушилось. Хорошо, когда человек во время испытаний не ожесточается, но усваивает нужные уроки, хотя не всегда и не во всех это получается. И так они роптали, и Бог, чтобы изменить что-то, Он бросил Моисей, Моисей сказал, брось дерево. И он бросил в эту воду, и вода изменилась, она стала лучше, здоровой. И они начали радоваться, все получили то, в чем они нуждались. Послушайте, это дерево, которое было брошено тогда, это прообраз будущего Голговского креста, на котором был вознесен Христос как Спаситель, чтобы исцелить горечь твоей душе, чтобы изменить нашу ситуацию к лучшему. слава Богу, что Бог заботится о нас. Мы как христиане должны довольны быть тем, где мы есть, и тем, что мы имеем. Это трудно, это не всегда получается, но это возможно, и я вам этого от души желаю. Посмотрите еще раз на Израиль, что меня удивляет больше всего в них, это то, что когда Бог что-то им не давал, они роптали, когда Он дал, они снова роптали. Не имели, плакали, получали, возмущались. То есть все зависело не от ситуации, а от их состояния. Вы можете проверить себя, когда в вашей жизни, например, не было материальных проблем. Проверьте себя, вы были довольны для сравнения, как происходит жизнь сейчас. То есть жизнь, она может меняться, но главное, чем мы должны обладать, это мы должны жить жизнью, прославляющей Бога. Кому же славить Бога, как не нам? Жизни во имя Иисуса Христа. Сегодня время сокращается, как никогда. Пришло время, когда мы за очень короткое время должны достичь совершенства. Иначе мы можем безнадежно опоздать. Вот почему Дух Божий сегодня торопит каждый из нас. во имя Иисуса. Смотрите, как написано, имейте нрав несребролюбивый, довольствовать тем, что есть, ибо сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Запомните это слово, довольствовать тем, что есть. Люди недовольны, почему? Потому что они к чему-то стремятся или что-то потеряли. Будьте довольны тем, что есть. А вы говорите, вот изменятся мои обстоятельства, я буду доволен. Но это довольство твое уже никому не будет надо. Довольны быть тем, что есть. На каком основании я могу так жить? Что дает мне дерзновение и право? Потому что я хочу, чтобы это вы сказали вместе со мной. Давайте скажем вместе. Потому что сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Вот путь к довольству. Почему я доволен? Не потому, что я купил новую машину или не потому, что моя машина безнадежно потеряна в аварии, а потому, что сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Обстоятельства будут меняться. И жизнь, она порождает определенные сложности, но благодаря Ему мы можем пребывать в довольстве. И я вам этой жизни от души желаю. Пусть Бог исцелит всякое недовольство в сердцах и людях, чтобы всем нам встретиться в свое время в небе во имя Иисуса и последний стих Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда, не иногда, но всегда и во всем имея всякое довольство, скажите всякое довольство, всякое довольство были богаты на всякое доброе дело. Заканчивая проповедь, я хочу, чтобы благодать Божья трудилась над вами, чтобы вы все, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как я хочу, чтобы песня хвалы нашему Богу, она не умолкала, и сейчас, когда мы будем молиться, я хочу просто благодарить Бога вместе с вами за все то, что мы имеем от Бога, Бога, который я люблю, Он настолько любвеобильный Бог, что благодаря Ему в Нем мы имеем все слава Иисусу, слава Иисусу, я имею Бога, на Которого можно полагаться, потому что сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, я имею семью, я имею церковь, это чудо Божье, и это огромное благословение для меня, надеюсь, и для вас, благодарите за это Бога, аллилуйя, благодаря этой семье мы имеем пищу, разве это не повод благодарить Бога, мы имеем духовное питание, Бог накрывает нам свои столы, слава Иисусу Христу, аллилуйя, благодаря служению Богу я имею работу, и я хочу вам сказать, не только я, а в винограднике Божьем работы всем хватает, все недовольны, я приглашаю вас в виноградник Христов, только Бог может изменить твою жизнь и твою ситуацию, начинай служить, работы всем много, без работы в Царстве Божьем не бывает, и если вы недовольны своей работой, иди виноградник мой, приглашает Христос, какое это благословение, еще почему, почему важно служить Богу, потому что работая на Бога, он расплачивается вовремя, все, кто недоволен зарплатой, что не дают ее вовремя, иди виноградник мой, Христос говорит, это путь к исцелению от недовольства, иди начинай работать на меня, потому что люди всегда будут тебя подводить, но я для тебя все имею, слава Иисусу Христу.